О вопросах бюджета и законодательных инициативах. В Ненецкий округ с рабочим визитом приехал депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. По новому регламенту депутаты Государственной думы 7-го созыва три недели работают в Нижней палате Федерального собрания и одну в регионах. Свою рабочую неделю в Ненецком округе избранный депутат начал с личного приема граждан и встречи с коллегами по фракции «Единая Россия» законодателями региона, депутатами Заполярного района и Городского совета. Уже более полутора месяцев депутат от Ненецкого округа Сергей Коткин работает в Государственной думе Российской Федерации. За это время был проведен не один десяток заседаний, рассмотренные и принято большое количество важных для страны и округа законопроектов. Но, пожалуй, самый важный вопрос на повестке дня – бюджет страны на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Предварительно мы связались с профильными департаментами именно исполнительной власти Ненецкого автономного округа. С моей стороны были заданы вопросы профильным министрам, ряд ответов я еще не получил. Но по итогам заседания фракции мы выработали те рекомендации, которые беспокоят депутатов с территорий. В частности, ряд положений, на мой взгляд, очень серьезных, они не вошли в бюджет с 2017 года с учетом большого дефицита. Тем не менее, мы все проголосовали за резолюцию заседания фракции о том, чтобы правительство нашло финансирование средств на технические средства для инвалидов, на поддержку домов культуры в сельской местности, на площадки для спорта в сельской местности, на ремонт домов культуры в сельской местности, чтобы мы сохранили уровень финансирования сельского хозяйства на уровне 2016 года, никак не ниже, чтобы мы дополнительно профинансировали образование, здравоохранение, культуру, с тем, чтобы те майские указы президента, которые были заявлены по заработным платам, чтобы мы обязательно вот эти деньги пошли на территорию и чтобы мы поддержали наши территории, наши субъекты. Бюджет страны на 2017 год верстается с учетом дефицита в 3 триллиона рублей, а значит, будет очень жестким, отмечает Сергей Коткин. Депутат готов отстаивать каждую строчку Неницкого округа в федеральном бюджете, ведь финансовый документ региона на следующие три года тоже обещает быть непростым и максимально сжатым по расходам. Округ длительное время жил, как бы не сильно считая деньги, сейчас обстановка корня изменилась, и, конечно, это новые условия жизни, и к ней, скажем так, мы не готовы экономить, понуждать себя каким-то сокращением трат, это все непросто. И, конечно, здесь должны быть мудрые, взвешенные решения. Администрация, безусловно, ищет эти решения, и, безусловно, конечно, люди ждут, что эти проблемы благополучно разрешатся. Кроме ситуации с бюджетом, обсудили и вопросы законодательных инициатив парламентариев Неницкого округа. Такая встреча, по словам депутата Госдумы и сенатора от Неницкого округа, стала важной и полезной для дальнейшей работы. Депутаты от региона, района и округа высказали свои вопросы и предложения. В рамках рабочей недели в регионе Сергей Коткин проведет встречу с коллективами предприятий со средствами массовой информации.